Договорились сразу. Такого человека, как Павел Любимов, необходимо вспоминать светло и с улыбкой, без лишних слез и пафосных речей. Он очень любил жизнь, на которую, увы, судьба отвела немного, всего лишь 57. Новость о том, что накануне крещения известного севастопольского поэта не стало, для многих была неожиданной. Второй день. Тоску к душе не подпускал. Он родился в Керчи, а вырос в Севастополе. Поступив в Крымский медицинский, перевелся в тогдашний город Горький, поскольку мечтал стать не гражданским, а военным медиком. Служил на Тихоокеанском флоте. Уволившись за пас, вернулся в родной Севастополь. В течение семи лет работал хирургом в одной из частей КЧФ. Стихи начал писать еще в школе, причем на самые серьезные темы. Одно из них было посвящено так называемой «расстрельной статье» Советской Конституции. После чего маму попросили очень серьезно по партийной линии повлиять на сына. Тематический диапазон его стихов был крайне широк. Произведение о родном городе и его возвращении в Русскую гавань посвящение Великой Отечественной, философская, любовная лирика. На стихи Павла Любимова написано свыше 80 песен. Надежды и веры звуки Уносятся прочь тревоги Взгляд губы, дыхание руки Нежданная боль дороги А еще великолепное качество он потрясающее готовил. Но об этом дочка расскажет, наверное. И вот он меня постоянно заманивал к себе. У меня репетиции идет. Я голодный, за вчерашний день ничего не ел. Четыре часа на ногах. А он звонит по телефону, говорит, масло, приходи. И трубку к этому конфорке. А там что-то журчит. У меня перед глазами уже стоят и грибы, и мясо, и обивны, и котлеты. Путь по утренней рассе, путь замеркнущей звездой, Учат обстать самим собой. Свет фонарный, свет небес, если всех свой интерес будет странный. Или двери, и надежды в какие-то дни. Мой папа был неправильным отцом. Как в позитивном, ну, скорее всего, в позитивном смысле. Родители развелись, и мы с папой первое время очень редко виделись. Он мне писал письма. Это прям, я считаю, что это очень романтично. Между дочерью и отцом. И я ему писала письма, маленькая, молодость. Но с недавних пор у него появились внучки. И он особо начал обращать внимание на наши отношения. И тут-то мы стали ближе. Новый поэтический вечер в рамках проекта Андрея Маслова получился таким, каким и был задуман. Каждый из участников подобрал именно те стихи, на которые отозвалось сердце. Было много рассказов и воспоминаний. Добрых, теплых, искренних. Таких, каким и останется в памяти севастопольцев Павел Любимов. Человек щедрой души, поэт и гражданин. Давайте будем достойны памяти предков. Давайте не будем забывать. Давайте не будем превращать праздники в какое-то единовременное мероприятие. На то оно и слово, память, что надо помнить всегда, а не один день в году. Максим Давыдов, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.